Не-не, мы опаздываем. Просто летом не залезешь, зимой не дождешь. Пассажиры на ходу определяют формулы движения транспорта и даже представиться нам не успевают. Все спешат, опаздывают. Кто в школу, кто на работу. Дождаться маршрутку утром в Алексеевке, а потом втиснуться в нее. Большая удача. Жалобы есть у вас? Или предложения по улучшению маршрута 2-17? Конечно. Что у вас? Большие, надо пускать автобусы. Автобусы? Потому что у нас очень много жителей. В Алексеевке. А периодичность по расписанию утвержденному ходят автобусы или нет? Опаздывает ваш ребенок в школу? Вы сами опаздываете на работу? Ребенок опаздывает. Опаздывает, да? Да. Приходится идти пешком на пятую школу. Специалист транспортного управления Елизавета Денисова вместе с жителями микрорайона ожидает маршрутку. Фиксирует интервал между автобусами и узнает о проблемах, с которыми пассажиры сталкиваются каждое утро. Первые два водителя проехали с интервалом в полчаса, затем заработало сарафанное радио. На рейс вышли все, как положено, по утвержденному графику и расписанию. Это получается час пик у нас с 7.15, да, и до 7.15? Через полчаса. До полдевятого самое такое максимальное. Вообще-то по расписанию они обязаны ходить каждые 10 раз. А, ну, меньше. Через полчаса придет? Так же хорошо. Интервал между рейсовыми автобусами в час пик должен быть до 10 минут. Но каждое утро приходится ждать микроавтобус по полчаса минут 40. Во-первых, они очень редко ходят. Во-вторых, если приходят, то это чаще всего битком забитая маршрутка, потому что здесь находится резкая поликлиника, и всегда очень много народу. А маршрутка приезжает, если раз в полчаса, то, естественно, больше больше людей стоит. Жалуются пассажиры на движение вечером, точнее, на его отсутствие. Из города добраться в Алексеевку после 19 часов можно только на такси. Я вожу внучку, со школы забираю, в 7 вечера вообще не уехать с города. В 7 вечера такси вызываю. Так в 7 вечера у вас получается суббота в 8 минут. Да, обычно будет летний, когда стоишь по 40 минут, не уедешь. До 9 лет вот стоим, особенно двойки нет. Двоечки нет, да? Ситуация изучена, анализ проблем проведут в Управлении по транспорту и связи и примут решение. Руководители транспортных предприятий, обслуживающих два рейса по маршруту номер 17 и двойка, получат предписание. Проблему обещают решить в ближайшее время, чтобы маршрутки ходили строго по расписанию. За опоздание напчан из-за транспортных проблем водителей будут наказывать рублем.